Мужчина устанавливает границы этого имена. Потому что женщина не может установить границы по своей природе, у нее расширяющаяся природа потребностей. Она не остановится по своей природе. Чем больше она примет любое количество. Сколько женщине денег не принесете, она посмотрит, скажет – мало. Не потому, что она жадная, нет. А потому что она уже видит сквозь деньги. Не на деньги, а сквозь деньги она видит. Вы-то смотрите на деньги, как мужчина. Ну, целая пачка денег, смотри, много. Вот такая сумма. Она сквозь деньги. Что можно купить на эти деньги? И чем больше денег, тем больше у нее планов, что можно покупать. Всегда мало. Она не жадная, это просто ее природа. Зная эту природу, вы уважаете ее, но контролируете. Как ведая дается такой пример – коза и козел. Коза, значит, она вдохновляет его, стоит перед ним, показывает себя, то есть он, значит, вдохновляется, и тогда она чувствует, что он вдохновляется, говорит – принеси мне вот тот предмет. Хочу. Он побежал, принес, все, любит нормально. Опять она вдохновляет его, он вдохновляется, и она заказывает, он выполняет. Но поскольку у нее расширяются желания, она смотрит вокруг, и там на отвесной скале висит такой красивый цветочек. А теперь вот достань вот этот цветочек для меня. Но тут уже козел понимает своим разумом, что можно костей не собрать, то есть опасно очень, очень рискованно, что лучше это вообще не делать. А она говорит – ну ты же любишь меня, правильно же? Ну она его поражает вдохновать. И тогда у козла есть рога для этого, на этот случай. Он вставляет рога и атакует ее, прижимает к стене, а она говорит – да я просто прошутила, я ее не хотела. Это я просто так сказала. Женщина всегда может так сказать, но что ты скажешь – это я просто так сказал, не обращай внимания. Это тоже нормально для нее. Она не лживая, просто она женщина. Нельзя называть ее лживой, хотя веды называют, что она лживая в этом смысле слова. Но мы должны уважать природу, понимать, что она обманывает нас, но это ее природа. Мы должны просто ее контролировать, как ребенка. С любовью, как ребенка, но контролировать. Все, достаточно секса дорогая. Раз в месяц. Все. Она скажет – а ты что, меня не любишь? Рога наставляете на нее? Да я на нее очень-то и хотел. Я вообще могу без этого пойти. То есть мужчина должен здесь проявить свою силу. Вот тут нужна ему сила, решимость и разум его. Жене тоже показать, что он силен в принятии решений. И тогда, хотя она не долетворена осталась, она уважает его. Вот такой муж. Она будет гордиться потом рассказывать кому-то. Он мне так прижал рогами однажды. О, знаете, великий человек. Вот интересная природа. Чем больше долетворяете женщину, тем меньше она нас уважает. Если все желания исполняете ее, вы под каблук попадаете. Это уже падшее положение мужчины. Мужчина никогда не должен прогибаться перед женой, как говорится. Должен сохранять силу. Это в ее же интересах, в интересах всей семьи. Но если мы говорим о святой женщине и мужчине, они это понимают вместе прекрасным образом. Там очень все это согласовано. Она знает, как контролирует свои чувства. Он знает, как контролирует свои чувства. Там есть Бог. Все в порядке. Мужская и женская природы, они несовершенны. Они имеют много недостатков. Мужская природа, она предательская. Женская природа – все пожирающие. Поэтому Веда говорит, ты не мужчина, не женщина. Это душа. Не отрисляйся с мужчиной и женщиной. Значит, ты приобретешь эти качества плохие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова